Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Более 7,5 тысяч заболевших и больше половины из них жители Китая. За сутки число больных коронавирусом в мире выросло почти на 30%. Стоит отметить, в России больных с таким диагнозом пока нет. Впрочем, Самара вошла в список городов, где существует опасность заражения. Ведь международный аэропорт Курумыч принимает прямые рейсы из Поднебесной. Какие меры принимаются, чтобы предотвратить распространение вируса и насколько опасна новая болезнь, выяснила Екатерина Алексеева. Насморк, высокая температура, кашель, слабость, головная боль. Все как при обычном ОРВИ. Специфичных симптомов при заболевании коронавирусной инфекции нет. Однако коварство этого недуга именно в тяжелейших осложнениях. В 25% случаев развивается пневмония буквально за 3-5 дней. Клиника, в общем-то, сходная. Из специфических симптомов даже у этого нового коронавируса наши коллеги не наблюдают. Единственное, что нам помогает заподозрить эту инфекцию, это эпид-анамис. То есть пребывание на неблагополучной территории в данный момент – это Китай. Инкубационный период заболевания – 14 дней. Стоит быть внимательнее к своему здоровью всем тем, кто недавно вернулся из-за рубежа и контактировал с возможными переносчиками болезни. В международном аэропорту Курумыч введен особый режим. Специалисты Роспотребнадзора с помощью специальных тепловизоров прямо на борту самолета измеряют температуру каждого пассажира. Повторный контроль температуры уже в здании аэропорта. В январе здесь встретили более 19 тысяч пассажиров из разных стран. Случа с повышенной температурой не выявлено. С учетом значительных потоков неграции населения, связанных с туристическим сезоном, подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран. На территории Российской Федерации выработан и осуществляется необходимый комплекс санитарно-противопедемических мероприятий, который в первую очередь связан с предотвращением ввоза на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции. В общественных местах города в усиленном режиме проводится дезинфекция. Медики же призывают быть осторожными и исключить посещение общественных мест. Появилось новое заболевание, так будем говорить. И наша задача научить медицинских работников правильно реагировать на это заболевание, диагностировать, вовремя оказать медицинскую помощь. И все эти мероприятия направлены прежде всего на защиту здоровья населения нашей Самарской области. Это самое главное, что мы сейчас обязаны сделать. Новый вирус опасен в первую очередь для лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом. У всех остальных он проходит в легкой форме, как обычный ОРВИ. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Изменились правила проведения капремонта многоквартирных домов Самарской области. Соответствующие поправки в региональный закон приняли областные депутаты. Так и сперечный услуг, оказываемых фондом капремонта, убрали ряд работ, не подлежащих обязательному выполнению, согласно жилищному кодексу. А это переустройство крыши с невентилируемой на вентилируемую, утепление фасада и установка общедомовых приборов учета. Повышенная влажность, отвратительный запах и полная антисанитария. Такая ситуация сразу в нескольких квартирах дома номер 15 по улице Теннисной в Самаре. И все это из-за трубы отопления в подвале, которую постоянно прорывает, рассказали местные жители нашей съемочной группе. Об очередной коммунальной беде и жизни самарцев в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Вот, пожалуйста, все окна запотели, все вот течет, вода, здесь все обои мокрые, грибок уже по стене пошел, все обои ходуном ходят. Просто невозможно дышать, сырость просто вот невыносима. И никто нам не может помочь, все говорят, что извините, у нас нет средств. Итак, всю зиму, причем не первую, виной всему труба отопления, которая пришла в негодность, рассказывают местные жители. Ее регулярно прорывает. Люди с той же регулярностью остаются без отопления. Сколько аварий случается за год, никто не может точно сказать. Со счета сбились. Все бездействует, приходит, приезжает аварийка, латают дыры, трубу через неделю снова прорывает, и снова у нас полный кипяток подвала. Там уже грибок, дышать невозможно, сырость, никаких действий никто не предпринимает. По словам местных жителей, они обращались во все возможные инстанции. О проблеме знают, вот только решить ее не могут, денег нет. У нас периодически прорывает трубу в подвале под нашей квартирой в шестом подъезде, затапливает полностью подвал кипятком, от чего у нас вздулись все полы, все обои уже скоро отвалятся. Люди даже боятся сделать ремонт в своей квартире. Все равно все придет в негодность. Гостей уже и не зовут, стыдно. И все ждут, когда их проблему хотя бы начнут решать. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. До 1 февраля выпускникам школ нужно определиться с предметами, которые они будут задавать в этом году на итоговых экзаменах. Всего ЕГЭ напишут более 14 тысяч школьников. Досрочный период тестирования назначил на 20 марта, основной на 25 мая. Первые в списке география и литература. Специально для сдачи ЕГЭ в регионе оборудуют 82 пункта. В Самаре совсем скоро стартует реставрация фабрики кухни. Все работы должны быть завершены до ноября следующего года. Подрядчику предстоит организовать систему вода, тепла и энергоснабжения, электрическое освещение, в том числе наружное. Систему пожарной безопасности, системы радиотрансляции, приема телевидения. Также необходимо восстановить карнизную линию и силуэт здания, его планировочную структуру, архитектурное решение фасадов и кровель до такого состояния, каким оно было в год постройки. Восстановлению также подлежат первоначальные детали фасадов, интерьера и поздние ценные наслоения периода советского неоклассицизма. Напомню, фабрика кухни является объектом культурного наследия регионального значения. Она была построена в 1930-1932 годах в стиле конструктивизма по проекту московского архитектора-инженера Екатерины Максимовой. В прошлом году фабрику кухню передали Третьяковской галереи под ее самарский филиал. Планируется, что он будет открыт к 18 мая 2022 года. Это Международный день музеев. Доход жителей региона вырос почти на 7%. Таковы данные Самара-Стат. Так, согласно опубликованным документам, средняя зарплата работников организации в ноябре прошлого года почти 36 тысяч рублей. При этом наибольший доход зафиксировали у работников производства табачных изделий. 271 тысяча 700 рублей. Сотрудники отрасли воздушного и космического транспорта в среднем зарабатывали около 84 тысяч рублей. А вот меньше всех получают те, кто трудится на производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, и обработки древесины. Их доход чуть более 7 тысяч рублей в месяц. Разбойное нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения. Преступник задержан. Смертельное ДТП на трассе М-5 произошло в сложных погодных условиях. И трамвай сошел с рельсов на Арцебушевской. Об этом в обзоре происшествий. Разбойное нападение в Новокуйбышевске попало на видеокамеры наблюдения. Неизвестный потребовал у молодого парня телефон. Получив отказ, он нанес несколько ударов палкой, забрал телефон и скрылся. Ущерб составил более 16 тысяч рублей. Получив описание преступника, полицейские нашли его и задержали. Ранее 21-летний злоумышленник уже был судим за кражи, грабеж и подделку денежных купюр. Теперь его ждет наказание за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. ДТП со смертельным исходом случилось на трассе М-5 Урал в Сергиевском районе. Произошло столкновение двух большегрузов. За одним из них следовала легковая Мазда. Ее водитель, чтобы не врезаться в столкнувшиеся машины, успел среагировать и съехать в кювет. Авария случилась в вечернее время, в сложных погодных условиях. Один из водителей фур погиб до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает причины ДТП и виновника. Сошел с рельсов. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Самаре. Авария случилась вечером 29 января на пересечении улиц Арцебушевская и Красноармейская. К счастью, по словам очевидцев, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и техническая служба ТТУ. 545 ДТП с участием детей только за прошлый год. И это только в Самарской области погибло. 8 и 600 получили ранения. Такую печальную статистику озвучили на пресс-конференции. 234 аварии совершено по вине нетрезвых водителей. В целом же за прошлый год зафиксировано почти 4 миллиона нарушений. Большинство из них выявлено в автоматическом режиме стационарными и передвижными камерами. В целом же отмечается хорошая тенденция по снижению смертности и ранений в ДТП. Мы имеем снижение по количеству ДТП с пострадавшими на 7,3%. В абсолютных цифрах это 295 фактов. То есть всего у нас по итогам прошлого года зарегистрировано 3726 ДТП. Что самое важное, то есть вот в этих ДТП мы сократили количество погибших на 46 человек. Это на 13,4%. То есть всего у нас погибло 298 человек в прошлом году. И по количеству раненых мы также сократились на 44 человека, либо на 7,6%. Продолжим тему безопасности на дорогах. 1900 нарушений правил дорожного движения за прошлый год допущено водителями такси в Самаре. На фоне 3 миллионов 800 тысяч, совершенных в целом по области, всеми водителями это не так уж и много. Но таксистам пассажиры доверяют свою безопасность, жизнь и здоровье. Поэтому и спрос с них особый. Об этом руководителям таксопарков напомнили в городском отделе ГИБДД. Встреча руководителей таксомоторных предприятий с начальством городской ГИБДД началась со статистики нарушений, допущенных их работниками. 1900 всего за 2019 год по городу Самаре. Из них, к примеру, 284, когда они пропустили пешехода на переходе. Больше всего ДТП, которые в прошлом году совершили водители такси, следующие. Столкновения – 22 факта. И наезды на пешеходов – 12 случаев. Число ДТП небольшое, казалось бы, для миллионного города. Но с таксистов, которые отвечают за пассажиров, спрос особый. На территории городского округа Самар по вине водителей такси совершено 41 дорожное транспортное перешествие. Аналогичный период прошлого года – 33. Которых у нас 49 человек пострадало в аналогичном периоде, 44. Погибших нет. Основными причинами совершения дорожных транспортных происшествий по вине водителей такси является выезд на сторону дороги, предназначенный для встречного движения, нарушение правил перестроения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, сигналы, светофоры, нарушение требований дорожных знаков. И особое количество у нас наблюдается – это несоблюдение очередности проезда. С другой стороны, водители такси, которые постоянно на дороге возят разных людей, многое видят и замечают, оказывают помощь сотрудникам полиции. Водители такси должны быть более дисциплинированы. И взаимодействие с водителями такси, оно на постоянной основе. И ряд информаций, которые передают водители такси, она зачастую подтверждается. Об административных нарушениях, о преступлениях, о лицах, которые разыскиваются, которые могут перемещаться в такси в качестве пассажиров. А вот с теми, кто возит пассажиров без лицензии и оформления документов, спрашивать будут строго. Одно из нарушений – когда автомобилями такси управляют иностранцы со своими национальными водительскими удостоверениями. Такое разрешено только для граждан Белоруссии, Киргизии и Казахстана. А вот для всех остальных – это административное правонарушение. Такие в реальной таксопарке, как правило, работать не идут, а сотрудничают с виртуальными в сети, в том числе с различными агрегаторами такси. С такими шоферами бывают разные проблемы. Но контроль в этой сфере скоро усилят. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Самара присоединилась к всероссийской акции «Онкопатруль». Вот такие флешмобы в эти дни проходят сразу в семи крупных городах России. Все для того, чтобы в очередной раз напомнить о важности профилактики и раннего выявления онкозаболеваний. Так, по итогам прошлого года в регионе стали чаще выявлять рак на ранних стадиях. В 95% случаев вовремя оказанная медпомощь приводит к полному излечению. Задача подобных акций – популяризировать необходимость проведения скрининговых исследований, профилактических исследований, которые возможно на сегодняшний день проводить в каждой медицинской организации региона. Здоровье находится в наших руках, и мы с вами можем сделать все, чтобы, по крайней мере, если не предотвратить данное заболевание, то выявить его на ранней стадии, а значит излечить. И вот такими акциями как раз больше людей увидит, во-первых, что такая акция проходит, будет возможность показать своим родственникам, что, например, вот такая проблема есть, может быть, стоит провериться, и, возможно, кому-то это спасет жизнь. Появилось видео со вторых сборов крыльев советов. Напомню, они проходят в Турции. У нашей команды планируется большая работа на Черноморском побережье. Не только тренировки, но и контрольные матчи. 2 февраля подопечный имя Драга Божевича встретится с Чайкой из Песчанокопского, из Динамо, из Бреста. 8 февраля сыграют с Нижнекамским нефтехимиком и датским раннерсом. Первый сбор значительно отличается от второго. Второй сбор больше будет подходить на физическую, мне кажется, нагрузку, уже к стопроцентным нагрузкам, ускорение, уже играть по 90 минут, набирать максимальную форму. А вот Александр Соболев уходит из крыльев советов. Молодой нападающий продолжит свою карьеру в столичном Спартаке. До конца сезона в аренде, правда, с последующим правом выкупа. Отмечу, что в составе самарской команды нападающий выступал с декабря 2017 года. В 45 матчах закрыли советов. Соболев 21 раз поразил ворота соперников. В этом сезоне форвард с 10 мячами входит в тройку лучших бомбардиров российской премьер-лиги. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости. Программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СКА-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СКА-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok